Здравствуйте, дорогие подруги! Я поэтесса Ива Афонская. Но сегодня я хочу поговорить не о поэзии. Я хочу поговорить о личной жизни. И побудило меня к записи этого ролика то, что я видела другие ролики на YouTube, где всякие так называемые психологи, тренеры по личным отношениям, которые нас, женщин, учат жизни, считают, что они прямо все такие умные и лучше нас знают, как жить надо, учат женщин, как жить. И это были ролики на определенную тему, хотя, в принципе, среди них есть много и каких-то и полезных записей, но это были ролики на тему, как просить подарки у мужчин. И их авторы доказывали, что просить подарки у мужчин вообще надо. И учили женщину, как это делать. Мне это крайне возмутило. То есть такое ощущение, что смотришь какие-то курсы для начинающих проституток. Так вот, я хочу предупредить женщин, чтобы не слушали таких горе-учителей и горе-психологов и не наделали ошибок, и не испортили себе личную жизнь этими неправильными советами. Девочки, не слушайте их. Ни в коем случае не надо просить у мужчин подарки. Ни к чему хорошему это не приведет. Нет, ну, конечно, если это ваш законный муж или это какой-то друг, с которым вы уже давно встречаетесь, с которым вы в очень близких отношениях, они уже такие близкие, доверительные, что вы спокойно можете что-то подарить, что-то попросить. Ну, это да. А если вы только встречаетесь, только познакомились, и у вас только устанавливаются отношения, и они на первоначальной фазе, ни в коем случае не надо просить никаких подарков. Поверьте мне, это приведет, это только создаст о вас крайне негативное впечатление и хорошего, достойного мужчину это только оттолкнет. И, возможно, он и прекратит отношения. Не потому что он жмот, он, скорее всего, с удовольствием бы подарил вам подарки, но по своему желанию, а не потому что вы их попросили. А если женщина их выпрашивает, она производит только негативное впечатление проститутки или какой-то корыстной женщины, которой нужны подарки и деньги. Я сейчас не беру ту ситуацию, когда у женщины цель отношений – это иметь мужчину, с которого она могла бы получать деньги и подарки. Они нужны сами по себе. Я эту ситуацию даже не рассматриваю. Конечно, такие женщины, они могут делать все, что угодно. Это их дело, но я о них не говорю, и они стоят, они того, чтобы о них говорить. Я беру нормальную ситуацию, то есть когда это нормальная, хорошая женщина, которой, в общем-то, не подарки нужны, ей нужна любовь, чтобы был человек, который ее любил. И для нее не нужны подарки сами по себе. Она может быть и достаточно хорошо самообеспечена, и сама себе может все купить. Ей это нужно только как выражение и как доказательство его любви. Любви мужчины. Я эту именно ситуацию беру. И вот именно в этой ситуации женщине самой просить подарки не нужно. Вы можете сказать, но как же, разве мужчина не должен делать подарки женщине? Разве не в этом выражается его любовь? Разве это не доказательство его любви? Да, конечно. Конечно, любящий мужчина, если мужчина любит женщину, то, конечно, это проявляется во многом, но прежде всего, также и в заботе. А женщине в желании о ней заботиться и конкретно в желании дарить ей подарки. Это то чувство, которое возникает само у любящего человека. Но фишка вся в том, что из этого вовсе не следует, что женщина должна эти подарки сама выпрашивать. Вот этого делать ни в коем случае не нужно. Не слушайте тех, кто говорит вам это делать. Дело это, женщина произведет только негативное впечатление, и хорошего, порядочного мужчину это оттолкнет. И вы потеряете хорошего человека. Зачем вам это надо? Зачем вам это нужно? Надо это делать, это потому что женщина произведет негативное впечатление. Второе, если мужчина любит женщину, он и сам ей подарки будет дарить, и ей не будет необходимости их просить. И третье, почему это не надо делать? Ведь мы же берем какую ситуацию? Мы берем ситуацию, что женщине не нужны подарки сами по себе. Она и сама себе спокойно может все купить. А ей нужно это как доказательство любви. А в том-то и дело, что доказательство любви это является только в том случае, если мужчина это делает сам, по собственному желанию, а не по просьбе женщины. А если он даже это и сделал, но только после того, как женщина его попросила, то это доказательством любви не является. Она его просила, он уже был в таком ситуации, что неудобно было отказываться. Может быть, в глубине души-то ему это и не понравилось, и у него даже негативное впечатление. Ну ладно, подарю, чтобы она там не обижалась. И получается, что вы своей цели не достигаете. Ваша цель была проверить его чувства, а вот это вы как раз и не проверили. Этого не произошло. Если мужчина любит доказательство его чувств именно в том, что он делает подарки по собственному желанию, а не по просьбе женщины. Ну а что же делать, спросите вы, если мужчина не делает подарки по собственному желанию? Как же тогда быть? Ну, во-первых, нужно смотреть на время. Не надо ожидать от мужчины, чтобы он прямо вот с первых свиданий начал вам дарить бриллианты и норковый шум. Это слишком неоправданные претензии. Видите, любовь не бывает с первого взгляда. С первого взгляда она бывает только в головах наивных, глупых молоденьких девочек. Любовь – это чувство, которое растет постепенно. Она и у женщины растет постепенно. Не надо думать, чтобы с первого взгляда влюбились. Это, как правило, иллюзия. Нормальное чувство, оно постепенно растет у женщины и также постепенно и у мужчины. Сначала это может быть интерес, влюбленность. Поэтому и в обществе, и в истории выработаны такие вещи, как букетно-конфетная стадия, что вначале мужчина дарит только цветы, какие-то конфеты, то есть что-то такое мелкое. И только потом, со временем, он может делать какие-то более крупные подарки. Более того, дарить подарки в виде вещей в начале отношений – это даже неприлично. И это даже приличный мужчина, то, что мужчина прилично не должен даже этого делать. И тем более приличная женщина не должна такие подарки принимать. А вот что делать, если, спросите вы, если мы уже давно встречались, встречаемся, а подарков так и нет. Девочки, мне очень неприятно вас огорчать, но сделать в этом случае вы можете только одно – бросить этого мужчину, пойти искать другого, более лучшего человека, который будет вам дарить подарки, который не дарил этого, который будет вас любить. Я не хочу вас огорчать, но другого варианта в этом случае нет. Потому что, если он сам этого не делает, не надейтесь на то, что вы не сможете его перевоспитать. Вы не перевоспитаете. Нет, возможен такой вариант, что та женщина начала просить, мужчина действительно в ответ на просьбу стал ей что-то дарить. Но этот вариант не говорит о том, что он вас любит. Это бывают в тех случаях, когда мужчина просто очень сильно хочет секса именно с этой женщиной, поэтому, да, он готов идти навстречу ее просьбе. Поэтому, опять же, вам решать, устраивает ли вас такая ситуация, что вас на самом-то деле не любят, но просто сильно секс хотят. И ради этого встречаются, и ради этого дарят вам подарки. Кстати, вполне возможно, что в этом случае эта ситуация долго как-то не продлится. Она может и длиться, может и всю жизнь. Поэтому, опять же, ваше право решать, что вам нужна любовь к мужчине или мужчина, который так сильно хочет секса с вами, что готов на это даже дарить вам подарки по вашей просьбе. А вот что делать, если... И потом, со мной просить подарки – это унизительно и неприятно. Согласитесь. Зачем вам такие унизительные отношения? Зачем вам такой мужчина, с которым вам нужно просить и выпрашивать? Ах, подари мне что-то. Нужен такой мужчина, которого не нужно просить. Который вас любит и делает это сам по собственному желанию. Вот только с таким человеком вы будете счастливы. А есть такие, которые сами не дарят. Если вы их будете просить, тоже вы их не превоспитаете. И ничего из этого не выйдет. Вообще взрослого человека перевоспитывать бесполезно. Уже пусто. Он не перевоспитается. Только это вызовет негативную реакцию. Но тогда вы тоже можете спросить. Но ведь в наше время очень мало таких мужчин, которые проявляют щедрость в отношении нас с женщиной, которые дарят ей подарки и цветы. И вообще заботятся о ней, что-то они делают. Да, девочки. К сожалению, это реальность нашего времени. Хороших мужчин сейчас мало. И на всех их не хватит. Это суровая реальность. Вы можете не встретить такого мужчину очень долго. И вы можете не встретить его вообще никогда. Мне печально это все говорить, но это так. В этом случае, а что же нам делать, спросите вы. Но в этом случае у вас есть два варианта. Один вариант. Жить с мужчиной, который не дарит вам подарков, который не любит вас, который вот так плохо к вам относится, и быть несчастной. Потому что рядом с таким мужчиной вы будете несчастны. Второй вариант. Это послать их всех нафиг. Жить спокойно одной. Ну и не нашла хорошего. Ну и что же делать. В принципе, и без них не было. Это вариант, который тоже не всем подходит. И не все так думают, не все так могут думать. Но на самом деле это то состояние души, которое надо в себе воспитывать. Что может не встретиться хорошего человека, а плохого не надо. Все равно вы с ним счастливы не будете. И это очень хорошо, если женщина сумеет так себя воспитать. Это может быть сложно в России, где женщинам внушают, что они непременно должны быть замужем, и непременно должны быть с мужчиной. А западные женщины уже давно поняли, что это все не так. Уже давно поставили всех мужчин нафиг, спокойно живут без них, и не страдают от их отсутствия. Надо у них учиться. В принципе, это, конечно, быть одной – это не лучший вариант. Конечно, быть рядом с хорошим мужчиной – это лучший вариант, чем быть одной. Но это то, что приходится женщинам в условиях нашего времени, когда хороших мужчин мало. Но заниматься перевоспытанием и выпрашиванием подарков – это совсем не выход. Это возможность потерять хорошего человека и не перевоспитать нехорошего. Но есть другой момент, есть другой выход. Не обязательно прямо просить подарки, но нужно быть умнее, нужно действовать тоньше. Можно создать мужчине ситуацию, которая дает ему возможность проявить себя и свое отношение, подарить ему подарок. И можно дать ему возможность понять, что вам нужно, и что вы бы хотели получить. Потому что, может быть, мужчина иной раз хотел бы подарить женщине подарок, а он не знает, что и не может придумать. И у него как будто нет случая, чтобы это сделать. А если есть такой случай, он это сделает. Надо создать ему такой случай. Как это делается? Значит, вы заводите такой разговор. Ни в коем случае вы не говорите, вот хочу купить вот что-то, вот купи мне. Или даже если вы не произносите эту фразу, а просто говорите, вот я вот хочу платье купить, ну, это будет понятно. Хочу, но денег не хватает. Это будет понятно, что это фактически просьба, это грубый намек, этого делать не надо. Но вы можете завести какой-то разговор, в котором вы как будто чисто случайно упомянете о том, что вам хочется иметь какую-то вещь, или о том, что вы собираетесь ее купить, но как бы вот, может быть, у вас не хватило денег, но вот этот вариант лучше его не использовать, что там что-то не хватает, это не очень хорошее впечатление производит, а типа, ну, вот вы просто не успели чисто по времени вот это вот купить, потому что или вы не нашли в магазине, или вам вот как-то не попалось, или вот эта идея приобрести эту вещь вам пришла в голову только сейчас, недавно, и вы просто по времени не успели это сделать. И лучше, если это будет что-то недорогое, по крайней мере, в начале, что не напрягает мужчину финансово, тогда вы просто проверите именно вот его готовность оказать вам внимание. то есть что-то такое типа книга, или альбом, или диск с записью там вашего любимого исполнителя, певца, да, вроде это недорогая вещь, но она дает возможность вам увидеть, вот захотел мужчина оказать внимание, вот что-то специально для вас пойти в магазин, что-то купить, или вот он никак не среагировал. И лучше, если это будет какой-то разговор на тему каких-то увлечений, и это будет вещь, связанная с увлечениями, и это надо заранее придумать, что понятно, что всем женщинам нужны одежда, украшения, косметика, но это чисто женские вещи, и это будет слишком грубо и понятно, что это какой-то намек на подарки. Поэтому лучше, чтобы это было что-то в сфере хобби, связанное с хобби, с какими-то увлечениями. И лучше, чтобы и разговор сначала начался как бы с разговора о том, кто чем увлекается, и как раз тут очень уместен разговор или о музыке, или о литературе. То, кто какую музыку любит, каких-то исполнителей, все молодые люди увлекаются музыкой, мужчины, как правило, увлекаются музыкой, или о том, какие книги писатели вы любите, о том, какую книгу вы читали, или вы не прочли какую-то книгу, а вы слышали о том, что от подруг, или где-то по телевизору, в газете, о том, что появилась новая интересная книга, или писатели, вы думаете, хорошо бы купить, если вы случайно где-то увидите в книжном магазине, вы купите, но вам пока не попадалось, или пока не было времени сходить в книжный магазин, или что вы только недавно услышали какого-то певца, или исполнителя какую-то музыку, которую вы не знали раньше, или, может быть, вы знали имя, но не слышали, как поет, и вот только сейчас, недавно услышали, вам понравилось, и вы решили, что хорошо бы приобрести его диск, но пока не приобрели, потому что вам только сейчас вы узнали об этом исполнителе, и вы просто не успели это сделать, или вам не попался, и вы просто вот как бы случайно об этом напоминаете. Вы не говорите специально о том, что вот вам нужно что-то купить, а вы говорите о своих увлечениях, о том, какая музыка, какая литература вам нравится, или какой-то художник, вот художественный альбом тоже хороший вариант. Кстати, художественный альбом могут быть и достаточно дорогие при этом. И вот у мужчины есть возможность подарить вам альбом вашего любимого художника. Кстати, вот с художником у меня как раз лично в моей жизни была такая ситуация, что просто вы говорили с мужчиной о том, что какие нам художники нравятся, я просто упомянула о том, что мне нравится этот художник, но вот альбома нет, причем я это сделала случайно, у меня не было цели его проверять или добиться от него подарка этого альбома, тем более, что я... Тем более, я же не знала, продается ли конкретно этот художник, в том месте, где он живет, и мужчина мне в результате притащил целых пять альбомов этого художника. Правда, мужчина был не русский, тоже кое-что меняет, но хорошие люди и плохие везде есть. Вот такая ситуация, которую вы создаете. Вы должны заранее продумать этот разговор, он должен быть очень хорошо продуман, чтобы все выглядело естественно, о чем вы будете говорить, о каких увлечениях, как вы перейдете на вот такой вот намек, и как вы это сделаете так, чтобы это не выглядело намеком. И желательно, чтобы это было что-то такое, что свободно везде лежит и продается, что нет проблемы найти и купить, чтобы не было такой ситуации, что мужчина просто не смог это найти и не смог это купить, потому что тогда вы не сможете ничего и проверить, почему он не купил, потому что он не захотел о вас позаботиться, или потому что он просто не нашел нужной вещи. Желательно сразу сначала пойти в магазин, какой-то крупный, известный всем универмаг вашего города, где продаются книги и музыкальные диски, или какой-то, который рядом с его домом, именно с его домом, а не вашим, ну или с его работой, куда он, может быть, вероятно зайдет, и посмотреть, что там лежит, какая музыка, какие диски, какие книги, убедиться в том, что это есть. И просто, может быть, вам не нужна эта книга, потому что вам нафиг не нужна эта музыка, но вам просто нужно выбрать что-то такое, что там есть в продаже, что он может купить. Ведь ваша же цель не получить подарок, мы берем ситуацию, когда ваша цель проверить его чувства. Поэтому вы можете какой-то предмет выбрать, который вам на самом деле не нужен, вам же просто с целью проверки, но что-то такое, что действительно есть в продаже, что он может купить, чтобы не было таких проблем, что он это не смог найти. Вообще все, связанное с хобби, это очень хороший вариант, потому что это дает вам возможность сделать вот такой вот естественный разговор, потому что вы как бы говорите не о том, что вы хотите что-то купить, что-то намекаете, а вы как бы говорите о своих хобби-увлечениях. И вот в процессе этого разговора чисто случайно выясняется, что вам нужна какая-то вещь, которая с этими увлечениями связана, которую вы просто так, как бы случайно говорите, без всякой цели, без всякой просьбы к нему это купить. Как еще вариант того, что мне пришло в этом плане в голову, такой вариант. Вы говорите о том, как вы проводите отпуск, вы спрашиваете его, как вы проводите отпуск, говорите, как вы это делаете. Ну, как правило, люди в отпуск, нормальные люди, куда-то ездят, да, отдыхать. Вы говорите о том, что вы любите путешествовать в разные страны, что вы были уже где-то, ну, или там, путешествовать по своей стране, почему бы нет. Его спрашиваете, где он был, ему рассказываете, где вы были. То есть у вас такой идет вообще достаточно длительный и естественный живой разговор о вашем увлечении и о том, как вы проводите отпуск. И вот в этой связи вы говорите, что вот вы видите, что другие люди, которых вы в путешествии встречаете в отпуске, они делают фотографии своего отпуска. И вы подумали о том, что, как жаль, что я об этом не подумала раньше, как жаль, что я этого не делала. Вот и хорошо бы и мне тоже начать делать фотографии. Мне показали, что простым фотоаппаратом он автоматический, там ничего сложного нет, просто на кнопочку нажимать, и я смогу это сделать. Надо будет мне какой-нибудь фотоаппарат купить. Ну, или такой вариант, да, у вас уже был фотоаппарат, но он сломался, да, и мы пошли в мастерскую, выяснилось, починить его стоит столько же, сколько купить новый. Фотоаппараты бывают, конечно, разной стоимости. Да, я профессионально занимаюсь фотографией, и профессиональные фотоаппараты могут стоить и тысячу, и две тысячи долларов вместе с объективами и больше. Мы, конечно, такую ситуацию не рассматриваем, да, потому что, если мужчина там ни жених, ни муж, но вряд ли он будет делать такие подарки, и не нужно такие подарки рассчитывать или как-то их требовать. Мы рассматриваем ситуацию, когда это обычный человек, который не занимается фотографией профессионально, который просто лично для себя делает фотографии своего отпуска, чтобы потом там себе в альбомчиках положить. Да, для таких целей вполне достаточно какого-то недорогого фотоаппарата, да, за 200 долларов, такой маленькой мыльницы. И при этом качество таких фотоаппаратов сейчас достаточно приличное, поэтому для личной цели, для личного пользования они вполне подходят. Причем, бывают фотоаппараты вообще там за 20 долларов, за 50, вот. И вот вы упоминаете о том, что, да, вы или хотите купить фотоаппарат, или у вас сломался, вы хотите купить новый. Вы не просите его купить мне фотоаппарат. Вы просто говорите о том, что вы это собираетесь делать. И вы не начинаете разговор с того, что вот, а я вот собираюсь купить фотоаппарат. Нет, вы сначала долго говорите об отпуске, о том, как вы его проводите, спрашиваете его, как он проводит, где вы оба отдыхали, как вы отдыхали, куда вы ездили. И только потом вы приходите к тому, что вот, хорошо будет в отпуске фотографировать, нужен фотоаппарат, а вот, оказывается, у вас его нет. Но вы его сами собираетесь приобрести, но пока что не собрались. Вы просто подумали, потому что вы только успели об этом подумать, но не успели его купить. Ну, или вы вот думаете о том, что надо вот только с паучки его купить, а паучка там еще через месяц, поэтому у вас есть месяц на то, чтобы выбирать. Может быть, вы даже хотите посоветоваться с ним, спросите у него, не разбирается ли он в фотоаппаратах, не посоветует ли он, какой фотоаппарат купить. И, кстати, да, как правильно говорят многие психологи, и, как я знаю, особо могу подтвердить на собственном опыте, да, мужчины очень любят, когда женщины с ними советуются. Вот у вас, как заодно, есть и способ повестить мужчине, посоветоваться с ним, спросить его совета. Может быть, он и не понимает ничего в фотоаппаратах, но вы об этом не знаете. Поэтому вы ожидаете от него, что мужчины, как правило, разбираются в технике, поэтому вы спросите. Даже если он нифига не смыслит в фотоаппаратах, то сам факт того, что вы о нем думаете, что он разбирается, и вы захотели с ним о чем-то посоветоваться, неважно о чем, ему будет очень приятен. И вполне возможно, что после этого он подарит вам фотоаппарат, даже если у вас есть фотоаппарат, даже если он совсем не сломался. Не надо об этом говорить. У вас нет фотоаппарата, и он у вас сломался. А свой фотоаппарат вы спрячете куда подальше. Вам же, ваша же цель не приобрести фотоаппарат. Ваша цель проверить чувства мужчин. Вам нужно просто найти повод. Вот это хороший повод. Не так уж легко найти удобную вещь, удобный повод, чтобы создать такой разговор и такую ситуацию. В любом случае, кстати, даже если у вас уже есть фотоаппарат, запасной второй фотоаппарат никогда не помешает. Это я могу сказать как человеку, у которого, например, один раз фотоаппарат сломался, причем совсем новый. Это хорошо, что я была дома. А представьте себе, у вас фотоаппарат может сломаться и в поездке. И что вы тогда будете делать? Это может быть какое-то место, где нет возможности купить другой или починить его у вас. Нет на это ни времени, нет мест, где это можно сделать, нет лишних денег. Поэтому, кстати говоря, в поездку очень удобно. Я бы всем советовала ездить с двумя фотоаппаратами. Тем более, если это обычные фотоаппараты для личного пользования. То есть маленькие мыльницы, они маленького размера и веса. И лишний такой маленький предмет не создаст вам ни тяжести, ни объема в чемодане. Зато может избавить вас от массовых проблем. Действительно, что если у вас один фотоаппарат сломается, вы останетесь без фотографии, без воспоминаний о своем отпуске. Так что даже если у вас есть фотоаппарат, если мужчина подает вам второй, это очень хорошо у вас быть спасной. На случай, если у вас сломается, и вы будете есть с двумя фотоаппаратами. Вот такой один вариант. Вот нужно так делать более тонко, более дипломатично. Так что вы и не создадите какого-то негативного впечатления о себе. И в то же время у вас будет возможность проверить чувства мужчины. Я надеюсь, что вы встретите человека хорошего, который вас полюбит, будет о вас заботиться. И в доказательстве этой любви будет дарить вам подарки. Но, пожалуйста, не простите их сами. До свидания. Продолжение следует...